Добрый день, дорогие братья и сестры, владимирцы! Сегодня мы поговорим об эсхатологии. Эсхатология – это ожидание конца света, конца мира, окончания человеческой цивилизации, Второе пришествие, Суд Божий. Такие настроения были и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и мы знаем, что первые христиане, они ожидали, было напряженное ожидание пришествия Христова. Никто не знал, сколько времени отпущено до Второго пришествия. Но это не значит, что первые христиане шли на берег моря, садились и ждали Второго пришествия. Жизнь продолжалась, обычная жизнь, женились, выходили замуж, делали свои жилища, была какая-то работа и для пропитания своего, для одежды и так далее, для воспитания детей. Это не значит, что они бездействовали. Да, мы должны помнить последнее своя, чтобы не грешить, мы должны помнить о Суде Божьем, потому что для любого человека он может наступить мгновенно. Никто не знает, сколько нам дано жизни, и мы можем предстать на Суд Божий уже через самое ближайшее время. Поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы перестать перед лицом Божиим. Господь сказал, в чем застану, в том и буду судить. То есть, если мы живем во зле, совершаем зло, делаем злые поступки, то мы должны переменить такой образ жизни на добрый, делать добрые дела, которые в первую очередь помогают нам предстать непосрамленными перед лицом Божиим. И, конечно, верующим, особенно людям, они должны всегда молиться, и утренние молитвы, и вечерние молитвы, где как раз и говорится о том, что сон – это образ смерти, когда человек находится в состоянии ограниченного мышления, и он не может себя не защитить, ни о чем не подумать. То есть, такое время сна особенно требует подготовки, человек не знает, проснется он или нет. Когда ожидание вот этого конца света переходит просто в какую-то истерику или в образ жизни, люди только и думают, только и говорят об этом, о конце света, то обычно, я говорю, мы ждем не конца света, а начала света, мы ждем пришествия Господа нашего, Иисуса Христа, который придет для того, чтобы открыть для всех верующих в Него свое небесное царство. Поэтому ожидание, оно не должно быть каким-то расстройством болезненным, а ожидание должно быть в смирении, в терпении и в постоянной молитве, чтобы День Господень не застал нас неготовыми, и чтобы мы были действительно подготовлены к пришествию Христову и могли вместе с Ним войти в небесное царство. Мне задают иногда такие вопросы, надо ли читать апокалипсис, последнюю книгу в Священописании, написанную святым евангелистом, апостолом и анном богословом. Мы живем в церкви, и мы не то, что вот я придумал, и я буду читать эти книги, определен круг чтений для православного народа. И апокалипсис не является богослужебной книгой русской православной церкви. Однажды в году только берется оттуда чтение. А так прочитать можно, но там настолько наложена на это завеса таинственности, что, конечно, каждый может в меру своего духовного возраста, в меру своего образования толковать как-то. Но если мы хотим уже поразмышлять над этой книгой, мы должны найти творение святых отцов, как они говорили об этой книге, что они видели в повествовании апокалипсиса, и для себя брать то, что нам понятно, разумно, чтобы мы могли эту книгу усвоить для себя с пользой. Пророчества были у конца света, и мы встречаем у святых отцов. Но это не значит, что мы должны на этом зацикливаться и бездействовать. Все они говорили, для чего пророчества? Для того, чтобы нам быть готовыми к этому переходу в вечность. И поэтому там предупреждения пишутся для нас, чтобы мы не спали, а бодрствовали. Сама духовная жизнь, она называется внимание, трезвение, бодрствование, чтобы мы не просто жили в страхе, а жили в страхе Божием, который является благоговением перед лицом Божиим, а не каким-то апокалиптическим ужасом. Господь в своей первосвященнической молитве, прощальной молитве перед учениками говорил о том, чтобы мы имели единство и мир между собою. Вот это самое главное для христианского общества, для церкви и для всей человеческой цивилизации. Жить в мире, понимать друг друга, хоть мы люди все разные, хоть у нас разные увлечения, разные национальности, но все мы дети Божии, все мы сотворены одним Господом. И мы, конечно, когда есть в стране, в семье, в мире единство, то тогда по нравственным признакам этот страшный суд Божий может быть отложен для того, чтобы многие люди исправились и пришли ко Христу, наследовали спасение. Субтитры создавал DimaTorzok